Всем привет! Я сегодня к вам вот так, абсолютно без макияжа. Я даже не прочесала брови. Вообще, я просто встала и решила вам снять наконец-то это видео про кожу, потому что меня очень много про это спрашивают. Я вам в инстаграме рассказывала, что у меня проблемная кожа, и вот даже сейчас камера, конечно, заблюривает, но у меня много мелких разных прыщей и покраснений. Так что я сегодня решила рассказать, как я с этим борюсь, боролась, потому что это началось очень-очень рано. Мне было, наверное, 10 лет, сейчас мне 21, то есть больше половины своей жизни я с этим борюсь. Уже тогда мама меня начала вводить к косметологу, к эндокринологу, к разным врачам, чтобы выяснить, что же со мной не так. Моя кожа до сих пор проблемная, и я вам расскажу, как я предотвращаю какие-то супернеприятные моменты, как я вообще с этим живу. Если под этим видео будет 500 лайков, то я еще вам покажу, какие средства я использую, потому что все это в одном видео просто не поместится. Сначала мне нужно вам объяснить некоторые принципы, которые я в целом использую в своем уходе за кожей. Первый принцип — это, конечно же, проверка организма и общение с врачами, потому что все наши проблемы, они идут изнутри, и нужно понять, каких у вас не хватает витаминов, каких витаминов у вас перебор, какие у вас анализы, что с кровью, что с гормонами. Это все очень-очень важно, и я вам расскажу здесь поучительную историю, как я испортила на какое-то время свою кожу, и еще сильнее, когда я подумала, что раз я ем очень мало мяса, молочных продуктов, вообще продуктов животного происхождения, то, наверное, у меня низкий витамин B12, как и у всех веганов и вегетарианцев. И, конечно же, я начала пить группу витаминов B с какими-то абсолютно невероятными концентрациями, там, по 5-10 дневных доз в день в одной таблетке. И я думала, ну классно, наверное, раз это такой вот комплекс витаминов, то он должен быть сбалансирован. И таким образом я получила себе передоз B12, у меня высыпали еще сильнее прыщи, и у меня начали выпадать волосы, потому что передоз витаминов, он так же плох, как и их недостаток. И если с недостатком наш организм уже умеет жить, то с передозом как бы нет, и вот я сделала намного хуже своему здоровью и внешнему виду. Поэтому с врачами консультироваться обязательно, тем более, что в России есть бесплатная медицина, вы можете пойти к эндокринологу, сдать анализы, и на базовом уровне так или иначе провериться, прежде чем заниматься самолечением. Самолечение вообще не прикольно в 21 веке. Второй момент, который очень сильно повлиял на мою кожу, это мое питание. Моя кожа немного реагирует на сладкое, то есть если я его съем очень много, конечно же, меня высыпят, но при этом, если я каждый день ем немножко, все окей. Но я обнаружила, что у меня есть сильные высыпания на молочный шоколад, и тогда я подумала, а может быть это что-то связанное с лактозой, и оказалось, что действительно у меня очень сильно высыпают от молочных продуктов, и я была всегда тем человеком, который на завтрак, на обед, на ужин обязательно ел молочные продукты, обязательно ряженка, йогурты, сырники, сыр, и все вот это вот. И для меня отказаться от молочных продуктов было как отказаться от еды. И я решила провести такой эксперимент, когда мне было 18 лет, отказалась на 3 недели, и у меня моментально очистилась кожа. Так что моя кожа очень чувствительна к молочным продуктам, и уже почти 3 года я их не ем. Я их заменяю, как видите, я жива, здорова, нашла я, что кушать, и у меня сильно-сильно улучшилась кожа. И сейчас, если я там съем много, например, пиццы с сыром, либо еще что-то молочного, то у меня на следующий день сразу высыпят, и это будут такие неприятные гнойные воспаления подкожные, которые сразу не убрать. Поэтому, да, пересмотрите свое питание, посмотрите, что вообще может влиять плохо на вашу кожу, это очень-очень индивидуально. Следующие моменты касаются уже непосредственно ухода. И первый важный пункт здесь — это очищение. Без очищения никуда, многие этим пренебрегают, кто-то может деснуть с макияжем. Это вообще для меня абсолютно неприемлемо, даже если мне очень плохо, я все равно пойду и смою свой макияж, пойду умоюсь нормально, но в хорошем раскладе мое умывание — это двухэтапное очищение, я вам тоже покажу. Это должна быть либо милицеллярная вода, которую вы обязательно смываете потом еще чем-то, либо у меня это такое масло для снятия макияжа, которое очень хорошо очищает поры очень мягко, все смывает, и потом я еще умываю обычной умывалкой, желательно делать это умывалкой с сбалансированным PH. Вот, в общем, да, я реально очень глубоко закопалась в тему кожи, чтобы хоть как-то с ней жить и нормально выглядеть. Я знаю, что это очень важно для нас, для нашего самоощущения, для нашей самооценки. Конечно же, именно в тот самый момент, когда я решила поснимать раз в месяц видео, по улицам решили поездить какие-то громкие машины. Что поделать, мы живем в маленькой Барселоне с узкими улочками. Так вот, я вам уже рассказала, что очищение очень важно. Кроме того, важны именно чистки лица, но не механические чистки вот эти вот руками, потому что это хорошо, когда у вас совсем все плохо с кожей, хорошо может быть раз в полгода, но постоянно регулярные такие чистки, они очень сильно расшатывают, расковыривают ваши поры. И, насколько я знаю, это не очень здорово, поэтому есть еще разные виды чисток, ультразвуковые чистки, разные вакуумные чистки, и вроде как они намного лучше. Я вам покажу потом, что использую я, потому что у меня просто открытие века есть. Но не забывайте, что для этого мы собираем 500 лайков. Еще одной моей ошибкой в подростковом возрасте было отсутствие увлажнения. Я думала, что раз у меня такая жирная проблемная кожа, то ее нужно сушить, 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 чтобы она вообще вся отсохла и отвалилась, и все прыщи там засохли. Но это неправильно, любая кожа нуждается в увлажнении, причем в увлажнении как внутреннее, то есть с достаточно количеством воды, и во внешнем увлажнении разными средствами. Вот, даже если кожа жирная, даже если кожа проблемная, даже если кожа там молодая, возрастная, в общем, какая угодно, любую кожу надо увлажнять, особенно если в ней есть какие-то несовершенства. Когда я была маленькой, мне очень нравились разноцветные всякие масочки, патчи, красивые тюбики, которые стояли в магазине и кричали, это маска от прыщей, это спасет тебя от черных точек, и так далее. Конечно же, это все чистой воды маркетинг, реклама, это просто заставляет нас покупать, и чаще всего в составах этих средств есть какие-то компоненты, которые будут, наоборот, вредить вашей коже. А если ваша кожа больная, да, если у вас есть высыпание, то это может только усугубить ситуацию. Вы никогда не знаете, что там намешано, мы с вами в большинстве своем не химики-косметологи, и поэтому такие эксперименты лучше исключить, не тратить на это деньги, не тратить на это время. Если у вас просто идеальная кожа, конечно, можно развлечься, там какие-то вкусно пахнущие масочки себе на лицо бы понакладывать, но с этим нужно быть максимально аккуратными. Я начала читать разные книжки, статьи, блоги косметологов, чтобы посмотреть разборы составов, и поняла, что разные, особенно дешевые кремики, это просто ужасный развод. И, кстати, кремы люксовых брендов, таких как там Chanel и Saint Laurent, это тоже не очень хорошая идея, потому что это обычные кремы, просто упакованные в дорогие упаковки, абсолютно не факт, что они вам помогут. И я начала разбираться в косметике, и все-таки пришла к тому, что самая крутая косметика, это косметика аптечная. Но, опять же, она не вся идеальна, тут тоже нужно искать свое, но это дешевле, это качественнее, это проверено как продукт все-таки медицинский, поэтому, если вы подобрали свою хорошую аптечную косметику, то вы можете ей пользоваться годами. В общем, я советую вам поменьше обращать внимание на разные разноцветные масочки и тюбики в косметических магазинах, и все-таки ходить за уходом в аптеку, особенно если у вас есть проблемы с кожей. Это дешевле, это качественнее, и вам посоветуют то, что вам нужно. И, опять же, можно решить со своим косметологом, что вам подходит, опять же, скорее всего, он будет советовать вам аптечные бренды. Пункт, который мне отдался, с одной стороны, очень быстро, а с другой стороны, очень сложно, это отказ от тонального крема, пудры и какого-либо макияжа именно на кожу. Иногда я могу замазать какой-то конкретный прыщик консилером, но при этом под ним нет ни базы, ни тональника, ни пудры, ничего вот такого, что бы покрывало полностью мое лицо и забивало поры. Я знаю, что есть тональники, которые этого не делают, но я просто решила от этого отказаться, и моя кожа стала намного лучше, то есть вы всегда, когда видите мою кожу, на ней нет никакого вот именно такого слоя макияжа, на ней есть просто крем, и, может быть, я замазала какие-то конкретные точечные прыщики. Но больше я ничего не делаю, с ней уже получается три года, и даже на свой выпускной я пошла без тональника, и абсолютно нормально себя чувствовала по этому поводу. Но здесь есть другой интересный принцип, который я узнала от своего косметолога. Она мне сказала, что вот ты же не выходишь на улицу голая, ты покрываешь свое тело, и ты покрываешь не только потому, что тебе холодно, но и потому, что ты, например, не хочешь быть грязной, пыльной, и точно так же мы должны покрывать нашу кожу перед выходом на улицу. Поэтому каждый день перед выходом я наношу на кожу флюид, либо какой-то крем, который, ну, скажем так, служит одеждой для моей кожи. И когда я спросила, а это не считается ли это забитыми порами, косметолог мне сказала, что твои поры будут покрыты кремом, а не забитой пылью и грязью. Поэтому тоже вам советую пользоваться кремом, подходящим вам перед выходом на улицу. Вообще лучше делать это просто каждый день, как привычку, с утра после умывания наносить какой-то подходящий вам крем. Свои кремики я вам покажу в следующем видео. Ну, а с вами была Анка. Если вам понравилось вот такое вот откровенное видео про кожу, то пишите, и я сниму вторую часть. Напомню вам, что я не косметолог, я самая обычная девочка, у которой очень проблемная кожа. Хотя, может быть, вам так и не кажется, потому что каждый день начинается с борьбы за хороший внешний вид. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok